Доминикана Можно так сказать Доминикана это одна из стран Карибского бассейна К странам Карибского бассейна относятся Куба, Доминикана и Мексика Но Доминикана, пожалуй, самая любимая моя страна среди стран Карибского бассейна Она была открыта более 500 лет назад Христофором Колумбом Этого мореплавателя в этой стране очень почитают, очень любят Чуть позже расскажу про экскурсионных программах Связанных с этим известным мореплавателем Что еще? Что там делать? Я так понял, это далеко Да, Максим, это очень далеко Перелет, прямой перелет составляет 11,5-12 часов Но это того стоит Это действительно та страна, которую хочется посетить не раз Но приехав в которую хочется остаться и наслаждаться этим безмятежным существованием И действительно уезжать оттуда очень сильно не хочется И в принципе, наверное, выбирая отдых в Доминикане Туристы стремятся отдохнуть тут не стандартные, скажем так, 7 ночей 7-8, а 10-11-14 и больше Поскольку, во-первых, длительный авиаперелет и акклиматизация Это также большая разница во времени Разница во времени С Киевом зимой это 6 часов То есть, к примеру, в Киеве 10 часов утра В Доминикане 4 часа ночи А летом эта разница составляет 5 часов То есть разница действительно на себе ощутила Очень достаточно тяжело переносится То есть 2-3 дня надо 3-4, я бы даже сказала Даже больше Но, в принципе, достаточно, скажем так, легко переносится Ты пока ходишь в этот ритм И вот как раз отдых в 10-11-14 ночей Идеальное соотношение, чтобы вникнуть в эту среду Отдохнуть и с чистой душой, спокойной совестью улететь домой Ну да, в принципе, получается, после киевской динамики После работы и всего остального Ты как раз приезжаешь, у тебя вот эти 3-4 дня Ты и входишь в ритм страны И с другой стороны, ты вообще приходишь Как-то в то безмятежное состояние, которое там светит А почему безмятежное? Я, честно, несмотря на то, что я там побыла Вот даже, например, находясь на пляже Вот перед тобой белоснежный песочек Палящее солнце Шикарные пальмы Удивительные пейзажи Лазурное море И ты вот стоишь на все это смотришь И даже в голове не укладывается, что вот это тот рай, который вообще может существовать на земле Здесь действительно просто необыкновенная природа Очень красиво И сами доминиканцы Ну, допустим, по многим отзывам в интернете Можно часто прочитать, что доминиканцы сами по себе очень недлительные, очень ленивы На самом деле это не так Просто здесь немножечко другой уклад жизни И они просто получают удовольствие от жизни Вот, и как бы мы из динамичного города очень тяжело перестраиваемся на ихнюю систему отдыха, скажем так Ну, не отдых, это, наверное, жизнь Это для нас отдых, а для них они так живут круглосуточно Тем не менее, там уже спустя несколько дней уже там хочется остаться на всю оставшуюся жизнь Потому что это действительно рай Хорошо, что там есть? Что там есть? Ну, во-первых, вспомним о том, что это все-таки островное государство Вот, соответственно, здесь очень много развлечений связано с водными видами спорта То есть здесь, возможно, и будет интересно тем, кто любит экстремальные виды развлечений Сёрфинг, кайт-сёрфинг и тому подобное По экскурсионной программе, да, она здесь не такая насыщенная, как, к примеру, в европейских странах Там Италия, Португалия, Испания Но, тем не менее, здесь очень интересно побывать в столице Доминиканской республики, Санто-Доминго Здесь, опять же, находится восьмое чудо света Маятник, прошу прощения, маяк Кристофора Колумба Вот, тоже очень впечатляющее сооружение Из более островных развлечений, это, безусловно, экскурсия на остров Саона Экскурсия на, сейчас дайте минуточку, Альтез Дачавон, это город художников Так, давайте подождите, прежде чем, ну, я такой... Очень быстро, да? Не, не, все нормально, экскурсионная программа, это круто Давайте начнем с простых базовых вещей Да, где мы там вообще живем? Что там за отели? В Доминикане потрясающие, шикарные отели, они безумно... А есть карта, чтобы вот хотя бы где-то ориентироваться, что это вообще, где это климат, уникальная природа? О, есть! Да, есть! То есть это вот рядом с Кубой, Пуэрто-Рико, посередине у нас рядом с Гаити есть вот Доминиканская республика, супер! Мы прилетаем, там я вижу три аэропорта, куда мы прилетаем? Мы прилетаем в аэропорт города Пунта-Кана Пунта-Пунта... Прямые рейсы существуют в Пунта-Кану Ага, это вот на край... И вот уже из аэропорта Пунта-Кану туристов развозят трансферами по их отелям забронированным... Отели есть, вижу, четыре, да? Пунта-Кану, Бая... Отели... Называйте... Хорошо, смотрите... Бока-Чиха... Бока-Чиха, Хуандолио, Ла-Романа, Бая-Ибе... Это те регионы... Это пляжи... Есть отели, которые через дорогу от моря И вот эти вот три курорта... Это отели больше такие широкие, больше... Вот пытаюсь вам рассказать Давайте Вот в этих трех регионах, во-первых, они расположены на берегу Карибского моря То есть мы выходим к пляжу и мы купаемся непосредственно в Карибском море А отели здесь, скажем так, это 3-4 звезды То есть это более попроще вариант, скажем так А в Пунта-Кане и Пуэрта-Плате это уже непосредственно идет Атлантический океан Вот, опять же, как я уже сказала... Отели там какие? 4-5 звезд обычно это не говорит, потому что в разных странах 4-5 звезд это ровная вещь Хорошо, Пунта-Кана это отели, у которых... у всех отелей в Пунта-Кане большая зеленая территория Территория настолько огромная, что вот каждый отель это фактически город в городе Туристу фактически никуда не нужно выходить На территории отеля фактически, в принципе, фактически в каждом отеле есть казино В каждом отеле есть бары, рестораны, кинотеатры, дискотеки Есть разнообразные программы развлечений, есть анимации Сколько человеков там? Ну, 500, 1000, на сколько они рассчитаны? Отели? Да Ну, отели действительно огромные, но я думаю, что есть отели рассчитаны на 500, на 700, на 1000 человек Там действительно очень огромные комплексы Вот, просто бывают отели там маленькие, там на 100 человек Нет, они действительно Ну, в зависимости от страны, то есть есть страны, где отельчики небольшие, там площадь не очень большая и так далее Здесь отели большие, но я так понял, больше низкие, чем высокие А, вы имеете в виду по высоте этажов? В этаже я просто не поняла ваш вопрос Они больше бунгального типа, есть основные здания, они, как правило, ну не выше, наверное, 10-11 этажа Но, опять же таки, это не во всех отелях И в основном это виллы или отели бунгального типа в 2-3 этажа максимум Вот, в принципе Вот, приехали, отели, мы там повыбирали, четверки, пятерки Питание какое там распространено? В основном, фактически, 99% отельной базы в Доминикане работает по системе all-inclusive И all-inclusive здесь действительно шикарный Я считаю, что, наверное, один из самых лучших, где вообще можно найти Поскольку здесь в систему все включено входит бесплатное развлечение Все манимационные программы, множество клубов Опять же, отели очень часто предлагают какие-то специальные предложения Также в систему все включено Наверное, не будет немаловажно для наших туристов Как правило, в нее входит бесплатный мини-бар Который ежедневно пополняется Как алкогольными напитками, так и неалкогольными Все включено круглосуточное или есть какое-то время? Круглосуточное Окей, понятно Питание, причем питание местное или какое-то адаптированное? Есть вечера разных кухонь мира То есть есть вечера, когда, допустим, в основном ресторане отеля предлагается, к примеру, японская или китайская кухня В принципе, здесь очень распространена европейская кухня Но так как Доминикана очень много веков находилась под властью испанцев Здесь очень большой выбор и испанской кухни И вообще, в принципе, здесь шикарные морепродукты Они здесь очень высокого качества Очень большой выбор, действительно Очень много фруктов, очень много всяких разнообразных фрешей Так, с проживанием плюс-минус понятно С питанием тоже Что еще есть? Есть экскурсии, есть море, в котором можно, я так понял, заниматься чем угодно Там есть какие-то места ветреные, неветреные Как в других островных государствах Рассказывали, что есть, допустим, зоны, в которых там постоянно дует ветер И в эту зону, на этот курорт лучше ехать только виндсерферам Понимающим, для чего они туда едут В Доминикане такое место, скорее всего, это Пуэртоплата Скорее всего, именно в эту часть острова ездят именно те, кто хочет покататься Словить волну, скажем так И получить какой-то адреналин В принципе, на остальной береговой линии достаточно спокойный климат Волны не очень сильные Опять же, Доминикана, в принципе, такое направление, которое считается круглогодичным Сюда можно приезжать в любое время года абсолютно Даже, скажем так, условный сезон дождей как такового здесь нет Здесь даже в наш самый летний период дождь идет буквально несколько часов И, как правило, он идет ночью То есть, опять же, летом сюда интереснее приезжать Просто потому, что Доминикана идет на порядок дешевле, чем в высокий сезон зимой Ага, то есть там сейчас дешевле Да, разумеется Апрель, май, июнь, июль Вот где-то как раз с мая по сентябрь здесь наилучшие цены Поскольку это считается невысоким сезоном Отели предлагают очень много специальных предложений, делают очень много скидок К примеру, сеть Парадисусов на лето делает бесплатное проживание для деток во многих категориях Детки это возраст? До 12 лет А с? С 4 С 4 до 12 проживание бесплатно Да Окей, и низкий сезон, там что, жарко? Какая там температура сейчас? Ну, вообще, в принципе, среднегодовая температура это где-то 30-34 В данный момент, ну, даже летом там где-то около 30 градусов То есть сейчас там 30 градусов? Да И май, и июнь, и июль тоже? Ну, она, в принципе, у них круглогодично плюс-минус варьируется в несколько градусов Опять же, в вечернее время ночью температура падает градусов до 22-24 А, то есть ночью там реально прохладно? Ну, не сильно прохладно, очень комфортно, я бы сказала Вот, и что еще хотела добавить А температура воды в Атлантическом океане То есть здесь действительно очень теплый заход в море, скажем так Здесь не холодно купаться Где-то около 24 градуса Пляжи все песочные? Да, все пляжи абсолютно песочные А зонтики, лежаки и все остальное за деньги? Или это пляжи отелей и зонтики, лежаки? У каждого отеля есть своя береговая линия Вот, и в принципе все зонтики и шестлонги, которые находятся на пляже Они предоставляются отелям, предоставляются бесплатно Туристам не нужно за них платить Это все входит в систему «Все включено» То есть система «Все включено» Какие-то дополнительные вещи оплачиваются? Ну, бывают в разных странах разные традиции? Дополнительно могут оплачиваться разве что какие-то, скажем так Дополнительные услуги, которые необходимы там туристам То есть это там детская кроватка, детская коляска Что еще? Если, к примеру, туристы решили посетить спа Опять же, это все идет за дополнительную оплату Если не предусмотрены отелем каких-то специальных акций Вот, в принципе, здесь очень широкие рамки у систем «Все включено» Стоит ли брать машину, куда-то ездить или смысла нет? Ну, это опять же зависит от туристов Насколько им интересен отдых, скажем так, в качестве тюленчиков Полежать на пляже, либо же поездить, посмотреть А здесь больше посмотреть можно каких-то красот, какой-то природы А так, в принципе, я думаю, можно обойтись экскурсионными программами В принципе, здесь настолько безмятежный отдых Что, вот честно, никуда особо сильно выезжать не хочется Опять же, у многих отелей есть, скажем так, ну не собственные дельфинарии В море есть платформы, куда туристов подвозят И дельфины, обитая в своей естественной среде обитания Можно посмотреть шоу с дельфинами То есть и программа в отелях настолько насыщенная Опять же, хочу сказать, что она здесь 14 ночей не повторяется То есть это разнообразные танцы, шоу, программы, конкурсы, пенсии То есть есть анимационные, достаточно активные анимации Да, и она очень насыщенная Оно дневное или вечернее? Вечернее В дневное время это возле бассейнов организовываются аквазанятия Какие-то танцы, какие-то песни, конкурсы Традиционно в отелях есть ли там какие-то горки водные и так далее? Или это менее распространено? Есть отели, в которых есть горки Скажем так, огромных аквапарков как таковых в Доминикане нет Есть в Уверальт, один отель, возле которого находится один аквапарк Это возле отеля Сиренис А так в каждом отеле есть какие-то небольшие горочки для детей А с детьми там отдыхать, ну до 12 лет я услышал То есть это достаточно выгодно, мы платим только за перелет, за ребенка А есть ли какие-то там клубы специальные? Да, конечно, для деток есть клубы Да, кстати, забыла сказать, клубы оплачиваются дополнительно для деток А вот детками там в течение дня занимаются Сколько это может стоить? В зависимости от отеля Средняя температура? Средняя температура Ну, насколько я помню 100, 200, 500 Ну вот где-то что-то в районе 100, наверное, за все время пребывания Максимум, опять же А всякие там интернеты и так далее, я вообще эту страну не знаю Хорошо Интернет в Доминикане, как правило, идет бесплатно либо в лобби Но большинство отелей, которые высокого класса, отелей 5-5 звезд Они предоставляют, в принципе, бесплатный интернет и в номере Поскольку в отелях, которые попроще, те, которые расположены на Карибском побережье Там интернет идет с дополнительной оплату И это, скажем так, не очень дешевое удовольствие В сутки оно может составить до 20-30 долларов Расскажите, что у вас там в заготовочках? Есть того, что мы не сказали? Что у меня еще есть в заготовочках? Наверное, я не сказала про кухню в нескольких словах Или, скажем, по сувенирам, что вообще интересно в Доминикане Здесь, как я уже сказала, потрясающие фрукты, замечательные Здесь очень любят бананы Их, скажем так, это не наш привычный сорт Они желтые бананы, они здесь зеленые Их здесь готовят, жарят, парят Это действительно очень вкусно Хотя может показаться, на первый взгляд, очень необычно И, опять же, Доминикана славится своим кофе, ромом и сигарами Доминикана является одним из основных экспортеров кофе и доминиканских сигар Они здесь поставляются в более 20 странах Опять же, самые известные марки по рому Это Барсело, Бермудес и Бругаль И, опять же, очень часто доминиканцы сами шутят, что они здесь ром пьют вместо чая Он здесь действительно льется рекой И действительно очень легкий напиток 40 градусов? Поверьте, в Доминикане ощущения совершенно другие Опять же, очень большой выбор по доминиканским сигарам Здесь буквально, так же забыла сказать, что в каждом отеле есть небольшие рынки сувенирные В которых можно приобрести любую сувенирную продукцию Тот же кофе, какао, ром, сигары И стоимости по ним не будут отличаться, если туристы, скажем так, выберутся сами в город, где-то что-то купят Это не все включено? То есть ром, сигары не включены, когда все включено? Смотрите, если, к примеру, туристы спускаются на бар и берут себе какие-то коктейли или берут себе ром, ром входит в напитки Есть отели пяти звезд, в которых даже импортный алкоголь бесплатный, то есть он входит в систему «Все включено» Есть отели, которые предоставляют на системе «Все включено» только местный алкоголь, то есть, опять же, только ром Сигары, я так понял, нигде не получены? Сигары – это за дополнительную плату Сколько они стоят? Сколько стоят сигары? Опять же, в зависимости от того, какой сорт табака и так далее Ну, не знаю, «Ромео» и «Джульетта» есть там? Без понятия, честно, прослушала целую лекцию по сигарам и в итоге подошла, спросила в магазине, да какие взять? Сигары, если, к примеру, поштучно, можно купить от 5-8 долларов Если, к примеру, коробочка сигар там на 10-20 штук, то это 50-70-100 и больше Хорошо, а что еще есть? Что еще забыли сказать? Ну, опять же, я, наверное, не упомянула, что Доминикана является страной, в которой родились такие известные танцы, как бачата и меренги Здесь очень много фестивалей проводится И, в принципе, доминиканцы очень приветливые, очень дружелюбный народ Тут можно, например, в каждом отеле, даже на ресепшене стоишь, ждешь, пока тебя заселят А ресепшенист стоит, подпевает что-то себе под нос, пританцовывает То есть они очень такие приветливые люди, очень интересно здесь находиться Опять же, я, наверное, забыла упомянуть про... на каком языке разговаривает персонал в отелях На русском? Да, конечно Они разговаривают либо на английском, либо на испанском Но так как основная публика, которая сюда приезжает, это не только русскоговорящие люди, но и в основном американцы, немцы, французы То, опять же, основной язык английский или испанский Но вот все же больше я по отелям замечала, что они как-то больше говорят на испанском, то есть не на своем родном языке На английском они разговаривают, скажем так, настолько же условно, насколько и на русском Но, опять же, есть отели, в которых есть русскоговорящий представитель на ресепшене Как часто там появляются гиды? Они круглосуточно находятся? Нет, гиды не круглосуточно, гиды назначают встречу с туристами, оставляют информацию на ресепшене Опять же, дают все свои контакты, когда прилетаешь в аэропорт Когда тебя встречает гид с табличкой компании Natalie Tours Выдается целый конверт, скажем так, это даже вот такой вот пакован В котором есть абсолютно вся контактная информация, которая может понадобиться туристам Гид оставляет свою визитку с номером телефона, в любое время с ним можно связаться Ну, это же роуминг Ежедневно можно связаться, можно звонить из отеля непосредственно Ну, это же тоже за деньги Ну, да, разумеется А с ресепшеном можно бесплатно ему позвонить? Можно позвонить, как договоритесь на ресепшен Ну, смотрите, если вы, к примеру, блондинка Я явно не блондинка, и цвет не подходит, и пол Ну, окей Можно договориться Договориться можно Окей, что еще интересненького? Бачата По экскурсионной программе, опять же, не успела сказать А у нас времени еще полно Да, правда? Да Ну, смотрите По Санто-Доминго Это столица Доминиканы, как я уже говорила Открыто было Христофором Колумбом Его здесь очень любят, очень почитают Вот на нижнем слайде слева виднеется огромное серое сооружение Вот это и есть тот маяк Христофора Колумба Это маяк? А что он такой широкий? Он там еще чуть-чуть длиннее идет В общем, он в длину 300 метров В высоту он метров 33, по-моему, если не ошибаюсь И вообще, в принципе, на маяк он не сильно похож, как вы видите Здесь хранятся мощи останки Христофора Колумба Строился он около 6 лет При том, что проект разрабатывался еще в 30-х годах прошлого века А строить его начали только в 86-м году Вот, и открыли его в аккурат к 500-летию Америки Открытия Америки Вот, освещал это событие Папа Римский Иоанн Павел II Вот, здесь даже видно, он оставил здесь в подарок В знак признательности своему народу Свой папа-мобиль бронированный На котором, скажем так, он совершал здесь свою экскурсию И в темное время суток Я, правда, к сожалению, была здесь только в светлое время суток Не видела, но на крыше данного маяка установлено 157 прожекторов И в темное время суток они вверх в воздух проецируют изображение В виде большого католического креста То есть, в принципе, сам маяк выполнен в форме большого горизонтального католического христа Понятно А вот эта вот пальма, которая на фотографии Я так понял, возле нее фотографируются все Возле нее никто не фотографируется Все фотографируются на ней Я не знала исключения Потому что это, в принципе, вот такие вот Она что, там одна на все побережье? Нет, их там вдоль несколько Ну вот у меня даже есть фотография Когда мы были на острове Саона Получается панорамный вид И вот вдоль пляжа лежит, наверное, человек пять-шесть И их кто-то фотографирует То есть, здесь вот отдых проходит вот так Сюда привозят на два часа туристов Здесь еще бед проходит, скажем так, в виде пикника И все как ненормальные бегают, фотографируются Потому что здесь просто безумно красиво состоишь И не понимаешь, что это вообще на самом деле Это тебе не снится Вот А такие пальмы, скажем так, которые растут в сторону воды Они как раз являются визитной карточкой Доминиканской Республики Ну вот да, эти фотографии запоминаются Да Супер экскурсия к пальме Экскурсия к маяку И разумеется, горбатые киты Это горбатые киты Да, это экскурсия, которая проводится, как правило, февраль-март Когда в основном То есть, нам не светит в ближайшее время Ну, в ближайшее время, к сожалению, нет Все, облизнулись, забыли Что еще есть? Что еще есть? По свадебным церемониям Еще тоже в двух словах могу сказать буквально Потому что, в принципе, каждый отель У не каждого отеля есть какая-то своя программа Каждый отель организовывает свадебные церемонии Для молодожен Это, как правило, не только официальные Потому что тут уже необходим целый пакет документов Вот, можно приехать Или заранее забронировать Или уже на месте в отеле непосредственно Взять, заказать себе фотосессию Вот И оставить себе шикарные воспоминания То есть, это же надо свадебное все с собой тянуть? Можно привезти Ага Это за доп-плату? Да, это идет за дополнительную плату Вот, и у нас, в принципе, когда мы были В Доминиканской Республике Вот, у нас гид предложил нам такой комплимент Для группы Предложил сделать свадебную церемонию Мы выбирали жениха Выбирали невесту Выбирали родителей Вот, нас привезли на, скажем так Необитаемый, в принципе, пляж Ну, вдали от отелей Вот, провели целую церемонию Со свадебным тортом С фотосессией Показали, как это вообще происходит для туристов Вот, это действительно потрясающее зрелище Я думаю, что это будет гораздо интереснее, чем прийти просто в ЗАГС Расписаться, собрать с родственников И с томодой отметить это у себя в городе Ну, в любом случае это придется делать, потому что традиции никто не отменял Но еще, кроме этого, можно мотнуться в Доминикану Почему бы и нет? И сделать это еще разочек Окей, что еще интересненького? И еще интересного Это то, что вывела на несколько слайдов По отелям, которые ориентированы на семейный отдых На молодежный И на релакс-романтический отдых Вот, из семейных отелей это Барсело Баварапелл из Делю Действительно шикарный отель Здесь для детей, для родителей есть абсолютно все Сеть Грамбая, сеть Берастар Сирени с Пунтакано, о котором я рассказывала Где расположен аквапарк Туристы, которые здесь проживают, они пользуются им бесплатно Другие туристы платят за него Где-где это? Сирени с Пунтакано, третья строчка снизу Снизу, да Вот, отели, которые для молодежного отдыха Это мой любимый хард-рок отель Казино 5 звезд Здесь, ну, как вы, вы же, наверное, слышали о сети хард-рок Да Где в каждом отеле есть какие-то элементы Одежды, гитары и так далее, известных исполнителей Вот, это действительно потрясающая атмосфера Тем более мы там были к католическому Рождеству Вот, они безумно красиво это все украшают Здесь очень много разнообразных мероприятий Здесь, именно в этом хард-роке Одна из лучших дискотек И Рио здесь есть, да? Да, Рио наибуа Это что же, сетевой Да, это немецкая сеть, если я не ошибаюсь Вот, очень интересная, скажем так, более бюджетный вариант Вот, и для семейного спокойного отдыха Это именно те отели, которые размещают от 18 плюс То есть, они не размещают деток Детей вообще нет Вот именно Вот те вот Да Excellent, Dream, Verestal и Grand Bahia Да Окей Супер Это то, что у нас есть То, о чем мы говорили Ух, как-то Доминикан оказалось, я думал, больше Больше Прикольно Да Ну, опять же, Доминикану стоит еще любить Потому что здесь у нас в Доминикане нет визового режима А когда мы прилетаем в Доминикану, нам выдают иммиграционную карточку, в которой мы заполняем паспортные данные, в которой мы будем проживать, сроки пребывания И когда оказываемся в здании аэропорта, мы оплачиваем туристический сбор Он составляет 10 долларов или 10 евро, это для тех граждан, которые прилетели из стран Евросоюза А визы нет? Визы нет, у нас нет, граждан Украины не нужна виза Супер, а можно вернуться к карте, у меня тут есть в прямом эфире несколько вопросов Первое, какой валютой тут пользоваться? Пользуемся здесь долларом, опять же, здесь входит местная валюта, которая называется Доминиканский Песо Честно, за 11 дней пребывания ни разу не видела их глаза, потому что, в принципе, во всех магазинах они принимают доллары Сколько что стоит? Не знаю, там бутылка рома Сейчас я вспомню, как я покупала все сувениры И что там покупать на сувениры, кстати? Что там покупать на сувениры? Честно, у меня был большой чемодан, половина чемодана была заполнена бутылками рома Естественно, кофе, какао На острове Саона Это вот как раз то место, где многие покупают кокосовое масло Оно здесь, маленькая бутылочка 0,33 стоит 5 долларов То есть вот самая дешевая цена на острове Саона А кокосовое масло, оно полезно для волос, для кожи и вообще А, то есть его не есть? Нет, его не есть Но можно, можно добавлять салатный Честно, не пробовала, не знаю Надо почитать Окей, ром, кокосовое масло, кофе, какао, сигары Сигары, да Это все можно вывозить? Это все можно вывозить, но единственное ешь Вот только рома сколько? Сейчас скажу, нельзя в ручной кладе вывозить сыпущие вещества Когда вы вывозите Песок вывозить? Не песок, имеется в виду, когда вы купили кофе, какао, его обязательно необходимо положить в багаж Потому что когда будет А если не молотый? Без разницы Будут проверять вещи, могут попросить оставить Там стоят специальные урны в аэропорту И вы просто вывоз с собой, к сожалению, не вывезете Будет очень жалко Ну, также и алкоголь, да? Алкоголь тоже нужно провозить в багажном отделении Хорошо Бутылка рома стоит, если стандартная 0,5, к примеру, бругаль От 7 долларов, от 7-8 Хорошо Правда, что в аэропорту нет стен? Правда В аэропорту нет стен И опять же скажу, что даже То есть это площадка и все? Футбольное поле Мало того, что нет стен, там, скажем так, и крыша очень условное название То есть это какие-то переплетения с тростниковыми, скажем так, покрытиями И стоят огромные колонны, которые как бы подпирают эту крышу Помещение абсолютно полностью продуваемое, очень высокое Вверху вместо кондиционеров огромные, скажем так, вентиляторы По-другому не могу подобрать слово Вот, но тем не менее, скажем так, аэропорт достаточно большой Я думала, он будет что-то среднее, как у нас, наверное, в небольшом городке Я думала, он будет гораздо меньше А так, в принципе, приличное место Очень большое, очень комфортное Опять же, одновременно аэропорт принимает очень большое количество рейсов Мы, когда вылетали, одновременно вылетала из Пунта-Каны Причем с разницей буквально в полчаса в час Рейсов 7-8, причем, скажем так, дальномагистральных достаточно Ну, там, наверное, короткомагистральных нет Некуда только в Гаити мотнуться Ну, скажем так, слышишь, еще много американцев прилетаем Все-таки ближе лететь, чем нам Это нам через Европу и Атлантику Ну да, но все равно там же тоже не рядом Все равно несколько часов Окей, кроме рома, какие напитки популярны? Какие еще напитки популярны, кроме рома? Ну, наверное, кофе, какао Опять же Кофе с ромом Кофе с ромом, да Ну вот, помимо рома, вот разве что Наверное, коктейли куда добавляется рома Это Куба Либре, Дайкири Мохито здесь, опять же С ромом? В мохито добавляется ром Да? Вы не знали Не, не знаю, я готова Это мохито не такой, как, к примеру, у нас на любой дискотеке Здесь соотношение, к примеру, рома и что туда еще добавляется? Лед Лед, да Но фактически весь напиток состоит из рома и буквально там немножечко какого-то освежающей газировки Так, и вопрос, там национальная кухня есть? Я бы сказала, что как таковой доминиканской кухни, в принципе, это сочетание испанской и с морепродуктами То есть здесь очень много миди, очень много разнообразных кальмаров, лобстеров и прочее Здесь вот самое известное, скажем так, вот именно то, что национальные блюда Это, они очень любят мясо в очень больших количествах Мясо чье? Мясо, сейчас скажу Свинина, говядина Говядина, курица, то есть не баранина, не свинина И оно здесь добавляется вместе, в общем, национальное блюдо, оно здесь готовится вместе рис, фасоль и мясо в больших количествах Это разные сорта, достаточно такое острое блюдо, очень специфическое на вкус, но очень вкусное, очень сытное Вот, они вообще очень сильно любят рис и добавляют его много блюдо Ну, я так понимаю, отели все включено, поэтому где-то перекусить, ну, то есть там меньше культура всяких ресторанчиков и так далее Поверьте, здесь такая система все включена, что ты не то, что есть не хочешь, ты постоянно сыт Во время, получается, от завтрака до обеда ты не успеваешь проголодаться Здесь еда буквально на каждом шагу, то есть здесь бесплатные Да, отели очень большие, и получается, даже на пляже есть ресторанчики То есть ты вот буквально вышел из воды, да, разумеется, вышел из воды, прошел, допустим, перекусил Причем вся та же еда, которая, к примеру, подается в основном в ресторане, просто он, говорю, немножечко меньше по размерам Вот, опять же, все напитки, опять же, идут бесплатно Турист на каждом шагу не остается голодным То есть особенно для семей с детьми вообще считаю шикарный отдых Хорошо, мне вот Толик из Киева пишет, Болгария, Август, но мы сейчас пока говорим за Доминикану И Болгария у нас была перед этим, вот, за два человека перед Доминиканой Вот, поэтому сейчас на вскидку дать не могу, но, может, наши специалисты посмотрят и мне в скайпе кинуть, что у нас сейчас текущего есть Вот, итак, мы говорили с Дарьей по поводу Доминиканы, да, это республика, которая, островная республика, которая находится очень далеко, лететь 10-11 часов Одиннадцать с половиной Ну, вот, да, один с половиной часов, что там делать, там отдыхать, то есть переключиться на совершенно другой режим, не такой бешеный, не такой утомительный, вот И релакс, отдых с детьми, экскурсии, ну, я так понял, можно посмотреть на маяк, вот Можно побывать на нескольких островах и полуостровах А что там делать? Я же вам рассказывала про остров Саона, про город художников Вот, город художников вы упомянули, что там делать? В городе художников? Ну, вот, если честно, то у меня он ассоциируется с, опять же, вспоминая Болгарию, ассоциируется со старым Несебром, если вы были, если вы знаете То есть развалины? Это не развалины, это средневековый город, город художников, Альтас Дачевон, вот, там очень красивый амфитеатр, там, кстати, проходит очень много мероприятий, то есть, вот, все звезды мирового класса К примеру, в феврале, по-моему, там выступал Элтон Джон, там амфитеатр на 4 тысячи мест, вот, все мировые звезды дают концерты именно там, либо там, либо в отеле Hard Rock, вот, там очень интересно прогуляться, опять же, вот именно в этом городе художников любят делать свадебные церемонии или свадебные церемонии фотосессии, вот, именно после этого города отправляются по реке Чавон на экскурсию на остров Саона, а по дороге на Саону есть такое место, когда лодка катерная, она останавливается, и вот показывают тот стык, когда Карибское море и Атлантический океан сливаются, скажем так, точка соприкосновения и образует несколько оттенков воды, очень красивое зрелище А вы говорите, посмотреть нечего Нет, я спрашиваю, что посмотреть, почему? Потому что я такой же, как наши уважаемые слушатели и зрители, да, и для меня, ну, Доминикана это реальная экзотика, которую я не знаю, не пробовал, не нюхал, вот, об этом вам, как специалисту, который там побывал, я задаю вот такие вопросы, которые есть, я подозреваю у наших зрителей Ну, а все же интересует, сколько же это чудо стоит, поэтому спасибо, Даша, огромное, что вы сегодня к нам пришли Вам спасибо, что пригласили Поделились, да, поделились информацией о такой далекой стране, вот, и на сегодня мы разговор оканчиваем Вот, спасибо огромное Спасибо вам И я хочу передать слово для анонса цен на Доминикану Дарье Терехиной, нашему суперспециалисту по турам во все возможные направления страны Даша Добрый вечер, уважаемые туристы, хотелось бы рассказать про Доминикану В тот момент, когда вы задумались о том, что вам охота выпить стаканчик бругала или выпить дайкири, вам нужно подумать о Доминикане Туры, которые у нас представлены Первый, Ифа Вилла с Баваро Бич Мы предлагаем с 20 апреля на 9 ночей питание все включено и стоимость с одного человека всего 2096 долларов Второй отель, это Борчелла Доминикана Все отели, которые входят в сеть Борчелла, это всегда очень высокий уровень качества Поэтому можно спокойно отправляться, даже не думать, что вы там получите Однозначно высочайший уровень С 22 апреля на 10 ночей питание опять же таки все включено и с человека 2258 долларов И третий отель, Бельвью Доминикана с 22 мая на 10 ночей за 1756 долларов с человека Опять же таки, это питание все включено Помните, виза в Доминикану не нужна, поэтому отправиться можно буквально за 2 дня Единственное, что перелет у нас аж 11 часов Приготовьтесь, путешествуйте с нами с сетью агентств горящих путевок Продолжение следует...